Я тогда позволю себе тоже начать доклад. Естественно, очень много было уже сказано и много мы всего не успеем сказать за один раз, потому что проблема онкологического пациента, потеря недостаточности питания, она лежит намного глубже, нежели плоскость давать лечебное питание, не давать лечебное питание, потому что это целый, я бы сказала, отдельный пласт гастроэнтерологии, который очень сложный и зависит от очень многих факторов. От проведенного оперативного вмешательства, от участка резицированного желудочно-кишечного тракта, от сопутствующих заболеваний и все это вместе нам необходимо учитывать в своей работе. Я не буду повторять те слайды, которые проговаривала Елена Викторовна, буду только очень кратко на них останавливаться. Как мы уже сказали, что нутриционная поддержка действительно на сегодняшний день это метод сопроводительной терапии, который должен назначаться не только онкологическим пациентам, но особенно онкологическим пациентам наряду с основным лечением. С химиотерапией, с лучевой терапией, в дооперационном периоде, в послеоперационном периоде. Почему? Потому что это заболевание, при котором изменяется обмен веществ. Опухоль выделяет так называемые провоспалительные цитокины, кахектины, как мы их называем. Те гормоны, которые меняют обмен веществ и у пациентов онкологических, у пациентов нашего профиля наблюдается повышенный распад, из-за чего как раз и теряется мышечная масса. То есть пациенты худеют не по обычному типу, как худеет человек, который просто садится на диету. А при наших заболеваниях в первую очередь идет распад мышечной ткани, который приводит ко всем уже осложнениям, связанным непосредственно с нарушением трофологического статуса, который мы и пытаемся компенсировать. Ну вот как вы видите, что действительно было проведено уже огромное количество исследований, нет смысла на этом заострять внимание, я только скажу про некоторые из них. Что недостаточность питания у онкологических пациентов встречается особенно при поражениях желудочно-кишечного тракта, встречается практически в 100% случаев. Особенно если мы поражаются верхние отделы желудочно-кишечного тракта, это ротоглотка, пищевод, желудок, поджелудочная железа. Это всегда огромные стартовые потери веса. Когда мы говорим, кому и когда следует назначать нутриционную поддержку, в принципе, много сейчас уже шкал, по которым врачи могут посчитать, посмотреть. Это те рекомендации, которые разрабатываются последние, я бы сказала, лет, наверное, 15-20, которые обсуждаются бесконечно. И, в общем-то, они все давно известны, и здесь ничего нового я никому не открою. Но на что обращать внимание самому пациенту хотя бы, с чем вы можете прийти к врачу? Когда вы видите, что есть потеря веса, когда, допустим, проведено какое-то оперативное вмешательство, химио-лучевая терапия, и кроме потери веса есть еще какие-то симптомы, которые должны в том числе и вас, и врача насторожить. Диарея, тошнота, рвота, то есть то, что не позволяет пациенту проводить адекватное питание. То, что вследствие чего пациент продолжает терять вес, терять микро-макронутриенты, что у нас может осложнить в дальнейшем основное лечение. То есть наша с вами задача, вот как дуэт такой гастроэнтеролога, наверное, и пациента, это обеспечить максимально эффективную работу основным специалистам, то есть хирургам, химиотерапевтам, лучевым терапевтам. Как говоря про онкологических пациентов, вообще, в принципе, рекомендации для онкологических пациентов и по нутриционной поддержке они даже более широкие, чем для другого кластера больных. Если говорить вот как раз про подготовку к оперативному вмешательству, то если мы будем ссылаться на наших европейских коллег, то здесь есть рекомендации, что можно начинать докармливать пациента с проводительным лечебным питанием до операции, даже если у него нет пока еще потери массы тела, но мы предполагаем, что она будет. Мы предполагаем, что это будет большое оперативное вмешательство. Мы предполагаем ряд каких-то осложнений, то есть такая подготовка. И, в принципе, вот в ряде европейских стран оно так и проводится, и проводилось раньше. И когда вот сейчас мы говорим на конгрессах, то действительно это очень важный такой момент. По поводу того, что тоже Елена Викторовна говорила, что часто приходят, к сожалению, пациенты, которым иногда и врачи говорят, что не надо принимать лечебное питание, вы этим спровоцируете рост опухоли. Вот я попыталась найти эту работу. На самом деле, вы знаете, когда-то в далеком 1975 году была написана работа, действительно, Шапота, на котором строилось очень во многом исследование как раз метаболизма при онкологических заболеваниях. И там была такая сравнительная характеристика, что опухоль – это ловушка азота и глюкозы. Так вот, речь шла не о том, что пациент скушал конфеты, у него опухоль выросла, а как раз об этом синдроме гиперметаболизма, гиперкатаболизма, о том, что в процессе опухолевого заболевания меняется обмен веществ, создается так называемый отрицательный азотистый баланс, распадается мышечная ткань. И как раз это идет речь именно о внутренних процессах, происходящих в организме, о том, что извне вводимые субстраты в виде лечебного питания приводят к увеличению опухолевого процесса. Было проведено огромное исследование еще в 2006 году, то есть 12 лет назад. Проводила его Европейская ассоциация энтерального парентерального питания, ЭСПЕН, это организация, в том числе на рекомендации которой мы ориентируемся при назначении энтерального парентерального питания. То же самое это исследование, которое было там смеченными препаратами нутриционной поддержки, которые потом отсматривались в ткани опухоли. Исследование показало, что никакого влияния на увеличение опухолевой ткани дополнительная нутриционная поддержка не оказывает. А как раз потеря массы тела, недостаточность питания, недостаточная сопроводительная терапия оказывает очень значимый и нежелательный эффект. Потому что до сих пор у нас есть показатели того, что ряд онкологических пациентов умирает не столько от самого онкологического заболевания, сколько от истощения и от сопроводительных, к сожалению, сопровождающих это заболевание осложнений. Для того, чтобы оценивать эффективность нутриционной поддержки, у нас на сегодняшний день достаточно много чего уже есть. Это есть и непрямая, прошу прощения, калориметрия, когда мы используем метаболографы и в целом можем оценить основной обмен пациента. И биоимпедансные исследования состава тела. Вот это как раз те приборы, которые позволяют косвенно оценить количество мышечной ткани, жировой ткани, внеклеточной, внутриклеточной жидкости. Собственно, пациенту в принципе они не нужны, эти исследования, они нужны врачам. Для того, чтобы оценить и адекватно рассчитать ту нутриционную поддержку, ту сопроводительную терапию, которую мы должны назначать. Естественно, это есть и клиниковая инструментальная диагностика. Поэтому у нас достаточно всего уже много есть в арсенале для того, чтобы оценить трофологический статус больного. Как я уже сказала, основные факторы, влияющие на потерю веса, это оперативное вмешательство, это непосредственно проводимая терапия, химиолучевая терапия и основное заболевание. И вот говоря про оперативное вмешательство, мы не можем не сказать о тех возникающих пострезекционных синдромах, с которыми в том числе приходят к нам пациенты и которые, естественно, к сожалению, компенсировать стаканом со смесью все равно нельзя, потому что здесь мы уходим в плоскость уже гастроэнтерологии и необходимого назначения адекватной медикаментозной терапии, без которой сама по себе все-таки нутриционная поддержка на сегодняшний день, она, к сожалению, неполноценна. Потому что, допустим, когда у нас хирурги делают резекцию желудка, когда есть, допустим, рак желудка, удаляют желудок или делают субтотальную резекцию, соответственно, то у нас может развиваться ряд осложнений, которые в том числе приводят к потере массы тела. Это и демпинг-синдромы, и гипогликемические синдромы, и железодефицитные, и B12-дефицитные состояния, то есть, соответственно, и нарушения всасывания, которые могут быть в тонкой кишке и приводить к диарейному синдрому. И все вот это необходимо оценивать для того, чтобы назначить пациенту адекватную сопроводительную терапию. На какие свои жалобы, в принципе, стоит в первую очередь обратить внимание? Это потери, естественно, массы тела. Как я обычно всегда спрашиваю пациентов, вот когда они приходят на прием, сколько вы потеряли в килограммах? Вот от начала, как вы увидели, что вы худеете, до того момента, как вы пришли ко мне на прием, допустим, 20 килограмм. Хорошо, это был за год. А сколько из них вы потеряли за, допустим, какое-то короткое время? Очень часто пациент говорит, я похудел за год на 20 килограмм, а из них на 15 килограмм за последние 3 месяца. То есть о чем это говорит? О том, что на сегодняшний день у пациента имеется колоссальная потеря массы тела, которую необходимо уже подсытокомпенсировать. Что этот пациент уже в когорте риска по развитию всех возможных осложнений со стороны основного лечения, будь то химиотерапия, лучевая терапия, особенно если этому пациенту предстоит в будущем оперативное вмешательство. Эти такие пациенты всегда будут находиться в группе риска под своему трофологическому статусу и развитию осложнений, связанных непосредственно с этим. Базовая диагностика вот как раз таких пострезекционных синдромов – это достаточно элементарные вещи, которые тоже, к сожалению, почему-то не всегда выполняются. Обычно всегда, допустим, в послеоперационном периоде пациентам, ну, допустим, с тем же опухолями желудка, назначается хотя бы тоже ФГДС, исследование клинического биохимического анализа крови, посмотреть уровень железа МБ-12, потому что вот при такие пострезекционные синдромы характерны развития МБ-12, железодефицитных состояний. И всё это необходимо отслеживать в течение всего времени, которое пациент выписывается из стационара. Потому что, опять же, приходя к нам, очень часто вот я на приёме сталкиваюсь с картиной, когда пациент выписался, после операции ушёл домой, год он ходит, ФГДС не сделано, ничего не сделано, в итоге он приходит, мы, естественно, потеря веса огромная, понос длится в течение последних пяти месяцев, делаем мы с нашими эндоскопистами ФГДС, эрозии практически начинаются вот прямо вот сверху. Естественно, лечение такого пациента растягивается надолго, надолго, надолго. То есть сам пациент должен понимать, что если у вас выполнено оперативное вмешательство, большое оперативное вмешательство на желудочно-кишечном тракте, то вы постоянно должны быть под наблюдением, вы должны постоянно проходить какие-то обследования, состоять на учёте у того же терапевта, гастроэнтеролога, то есть не запускать эту ситуацию на самотёк, потому что осложнения, они никуда не денутся. Но их намного проще предупредить и скорректировать на раннем этапе, нежели впоследствии. Вот это я показываю кусочки своей работы, это мы ещё давным-давно делали. В Мечниково в своё время у нас была служба нутриционной поддержки, мы как раз занимались в стационаре тоже в амбулаторном периоде, я взяла онкологических пациентов, тогда брала рак желудка. Вот посмотрела, приходили ко мне на приём пациенты, как вы видите, это давно уже, 6 лет назад больше. Вот взяла 64 человека и посмотрела, у них был единственный вопрос, который мы задавали, потеря массы тела, средний временной интервал был примерно год. И вот посмотрите, пожалуйста, независимо от стадии основного заболевания, потеря массы тела у нас составила примерно от 19 до 21%. Это огромная потеря веса. Если мы говорим, что 10% потери массы тела от исходной, это уже могут быть какие-то неблагоприятные последствия и осложнения, как раз из-за потери веса, то 21% это, естественно, уже очень много. И когда такой пациент приходит потом к химиотерапевту или, допустим, проходит дальше терапию, то, естественно, истощённый больной с большим комплексом вот таких вот симптомов, он переносит сопутствующее лечение намного тяжелее. И посмотрите, пожалуйста, почему я так акцентирую на это внимание. Потому что дальше, естественно, что-что мы этим пациентам делали, конечно. Мы просто пациентам давали определённое количество нутриционной поддержки, отслеживали их в течение 4-5 недель, делали раз в месяц биоимпедансное исследование состава тела, осмотрели состав тела, прирост мышечной жировой массы как раз и смотрели их в течение 2-х месяцев. И посмотрите, опять же, независимо от первичной стадии, с которой приходил пациент, независимо от того, какое он получал лечение, прирост массы тела и положительная динамика были фактически у всех без исключения пациентов. Как по массе тела, так и по индексу массы тела. И, естественно, был прирост как жировой, так и мышечной массы. То есть, по сути, практически все вот такие ситуации, они обратимы, кроме, я бы сказала так, кроме уже кохексии, когда, к сожалению, есть у нас действительно порог веса, из которого мы выйти уже не можем. И вот такая терапия, она уже будет довольно затруднительная. То есть, когда пришёл пациент онкологический с весом, вот как ко мне тоже на приём приходит в 30 кг, вот при всём нашем старании и умении такого пациента вытащить из такой трофологической недостаточности я уже вряд ли смогу. И ещё раз повторю, вот то, что говорила Елена Викторовна, нутриционная поддержка не отменяет основного лечения. Она не лечит. Мы всего лишь сопроводительное звено основной терапии. Никакая нутриционная поддержка, никакие препараты по желудочно-кишечному тракту сопроводительный опухоль не вылечит. Поэтому всё равно базисная – это основная терапия. Будет заторможен рост опухоли, у нас пойдёт в том числе вверх и масса тела, когда мы прилагаем к этому свою сопроводительную терапию. Опять же, допустим, когда мы говорим тоже про постредекционные синдромы, например, со стороны поджелудочной железы, и говорим про нутриционную поддержку, здесь нельзя забывать и про то, что всегда такие пациенты, кроме всего прочего, нуждаются ещё и в заместительной, например, ферментативной терапии. И это обязательно тоже нужно учитывать, потому что, опять же, приходят пациенты, вес теряется, понос, диарея 5-6 раз в сутки, что назначено по желудочно-кишечному тракту, ничего оно не назначено, сказали, ешьте чаще малыми порциями. А куда ему есть малыми порциями, если у него поджелудочная железа ферментов практически не выделяет. И в данном случае, кроме адекватной заместительной нутриционной поддержки, нам нужна хорошая заместительная ферментативная терапия, которая в том числе будет покрывать ту недостаточность внешнесекреторную, которая у этого пациента есть в связи с проведённым, допустим, оперативным вмешательством, либо с имеющимся на сегодняшний день онкологическим заболеванием, самим с локализацией опухолевого процесса. Ещё раз пройдусь немножко по препаратам лечебного питания. На сегодняшний день их на рынке огромное количество. И, наверное, некорректно будет говорить, что вот какие-то плохие, какие-то хорошие. Они все хорошие. Просто нужно понимать их точки приложения. Для вас, пациентов, в принципе, это не так важно. То есть на самом деле все препараты, которые имеются на рынке, они достойные, они хорошие, и мы их выбираем просто потому, что, допустим, хотим назначить с точки зрения целесообразности. То есть, допустим, более высокоэнергетические смеси или на основе, допустим, расщеплённого белка или какие-то модульные препараты. Ну, единственное, что я хотела бы сказать, что всё-таки говоря про препараты специализированного лечебного питания, мы говорим про те компании, которые работают в госпитальном и в розничном сегменте, допущенные к этой, соответственно, деятельности. То есть, когда вам в аптеке предлагают какую-то там, я не знаю, смесь с розовой наклейкой, вот это не препарат лечебного питания или какой-нибудь там, я не знаю, коктейль с непонятным названием. Все эти компании имеют, они сертифицированы, они допущены для того, чтобы продавать специализированное лечебное питание. И когда мы говорим вот всё-таки о препаратах лечебного питания, мы имеем в виду именно это, а не что-то иное. Непосредственно, как назначать, это всё решает только врач, исходя из массы тела, исходя из индекса массы тела, из того, что у пациента по сопутствующим заболеваниям, потому что, естественно, подбирать препарат лечебного питания должен специалист. Сами вы можете что-то купить и принимать и без назначения врача, и это на самом деле не так плохо, потому что лучше хоть что-то принимать, если есть потеря веса, чем ничего. Но, скажем так, скорректировать, сходить терапию всё-таки лучше к специалисту. Но если вы начнёте хоть сегодня, хоть завтра, вот кому надо принимать препараты лечебного питания, хуже от этого, соответственно, не будет. Единственное, что нужно помнить, что есть правила хранения препаратов лечебного питания, которые в том числе нужно соблюдать. То есть, соответственно, открыли, если, допустим, это сухое питание, открыли баночку, посмотрите хотя бы срок хранения, что хранить такую баночку можно 30 суток. Открыли пакетик, допустим, с герметичным клапаном пакетик, можно хранить 24 часа. Открыли какую-то бутылочку, её нужно выпить в течение дня. Потому что я помню, что когда вот в своё время мы начинали заниматься активной традиционной поддержкой, как раз приходишь в палату, стоит у пациента на окне смесь, на жаре по ней уже мухи ползают в стакане, а потом пациент говорит, смесь плохая, у меня на неё понос. А то, что, соответственно, там живёт уже вся микробиота, собственно, да, флора и фауны нашей клиники, это ничего, главная смесь плохая. Поэтому, естественно, у нас есть диарея, ассоциированная непосредственно с нарушением правила эксплуатации и хранения препаратов лечебного питания, о которых тоже нужно помнить. Если, допустим, пациент находится у вас на зондовом питании, это не значит, что можно повесить пакет со смесью, и вот он будет кваситься двое суток и висеть над пациентом. Опять же, если пациент, допустим, стомированный и есть гастростома, то не надо в эту гастростому вводить полтора литра за один раз, да, мы понимаем, что нужно, допустим, вводить болюсами это питание, либо медленно, капельно. Опять же, вот это как раз, это те вещи, которые должен объяснять врач. Для того, чтобы не было тех неблагоприятных последствий, которые как бы потом связывают с препаратами лечебного питания, а по факту они связаны с самым, что ни на есть, обычным человеческим фактором. Если мы берем сухие смеси, у нас всегда там показано, как их разводить и что делать на баночках, всегда есть мерные таблички, вообще, в принципе, каждая коробочка, каждая баночка, на ней написано, сколько килокалорий, сколько белка, чего там содержится, поэтому это совершенно открытая информация, которую каждый пациент сможет посмотреть. И еще вот очень важная вещь, про которую я бы хотела сказать. У нас в городе действует программа поддержки онкологических пациентов. По этой программе пациенты наши, онкологические, прописанные в Санкт-Петербурге, могут получать препараты специализированного лечебного питания бесплатно. Не полностью там на всю оставшуюся жизнь, но в достаточно неплохом количестве их удается. Что для этого нужно делать? Для этого нужно иметь, первое, верифицированный диагноз, второе, локализацию голова, шея. На сегодняшний день еще вошел желудок туда, где выдаются эти препараты лечебного питания. Выдаются они на ветеранов стомоцентре. И для того, чтобы там вам эти препараты выдали, нужно, во-первых, направление специалиста, который вас осматривает, который вынесет вам диагноз, недостаточность, допустим, питания средней степени тяжести по смешанному типу. Пациенту показана нутриционная поддержка с целью коррекции нутриционного дефицита. Ну, какие-то вот такие общие вещи, то есть поставит заключение, напишет рекомендацию, пациент берет вот эту рекомендацию, паспорт с пропиской в Санкт-Петербурге. Соответственно, свежие анализы, клинический, биохимический анализ крови. Телефоны указаны, можете их сфотографировать. Отправляется туда и получает препараты лечебного питания. У меня за последнее время уже много пациентов съездило, совершенно хорошо получило. Они за раз выдают порядка трех коробок таких достаточно увесистых. То есть там практически на месяц хватает пациентам. Из получаемых препаратов, вот то, что сейчас идет по этой программе, это нутри-дринкомпакт и фортикер. И объем зависит, конечно, от клинической ситуации, но вот в среднем выдается 2-3 упаковки, а в каждой упаковке по 24, если я не ошибаюсь, баночки. То есть там достаточно прилично выдается препаратов лечебного питания. Поэтому вот эту информацию сохраните для себя. Но это действует только для жителей Санкт-Петербурга. У меня узнавали пациенты, можно ли с временной регистрацией. К сожалению, нет. Только с пропиской в Санкт-Петербурге. На область и на временную регистрацию эта программа не действует. Соответственно, если есть какие-то вопросы, то я постараюсь ответить. Пожалуйста, не бойтесь задавать вопросы. Вы же приходите к доктору и хотите с ним поговорить. На приемах некогда, как правило. Эти школы организованы как раз для контакта пациентов с доктором. Здравствуйте. Надо включить? Понятно. Подскажите, пожалуйста, а в других областях вообще допустимо такое лечебное питание получить? Или это только в вашей области? Вот все, что я знаю на сегодняшний день, это программа по Санкт-Петербургу. А у вас был слайд, не успела сфотографировать, по поводу значка на продуктах лечебного питания. Это как-то можно вернуть? Это не значок. Это имеется в виду, что просто это название фирм, просто компании-производители, которые сейчас есть. Просто их можно еще где-то найти? Конечно. В вашем слайде. Нет, 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 конечно, это в интернете, конечно, да. Просто набрать лечебное питание и какие продукты относятся? Я прошу прощения, просто вот не знаю, у меня не лист... Ага, вот сейчас, секундочку. Вот, да? Основные компании, которые у нас есть, это Фризиниус, Несли, Бибраун, Эбот, Нутриция и наш Нутриент, группа компаний Нутритек. Все эти... Другие, наверное, тоже можно, да? А? Другие, наверное, тоже можно? Это вот компании, которые, в смысле, работают сейчас на... Основные компании, которые работают как раз в сегменте лечебно-специализированного лечебного питания. Спасибо большое. А вот не входит бесплатное питание, это раз поджелудочная железа не входит. К сожалению, поджелудочная не входит пока. Голова, шея и желудок с этого года. Здравствуйте, Приняна Александровна. Вопрос такой. Насколько часто нужно проходить после уже основного лечения консультацию у гастроэнтеролога, чтобы выявлять какие-то вот отклонения в массе тела, в усваиваемости пищи? Бывают ситуации разные. Иногда это бывает раз в полгода, раз что-то нарушилось и побежал. А может быть, какая-то есть систематика для поддержания организма? Ну, смотрите, систематика, во-первых, она накладывается основным заболеванием. Как правило, когда у нас, например, пациент выписывается, он никуда не уходит. У него есть четкие рекомендации. ФГДС контроль через 3 месяца, КТ, там, органы в брюшной полости через 3 месяца, клинический анализ крови через столько-то, биохимический анализ крови через столько-то. То есть элементарно для начала хотя бы выполнять те рекомендации четко, которые даются в стационаре при выписке. И если по обследованию, по первичному обследованию, допустим, выявлены какие-то отклонения, то, соответственно, это уже повод для первичного обращения. Опять же, это зависит от сопроводительной терапии. Если пациент получает химиотерапию, зависит от стадии заболевания, от имеющихся симптомов. То есть нет какой-то общей статистики. В этом плане подход к пациенту, он индивидуален все-таки. Потому что если пациент проходит, допустим, какое-то тяжелое лечение, у него химиотерапия, у пациента есть тошнота, рвота, еще что-то требующее коррекции, то, соответственно, это уже повод обращения. Естественно, когда приходят пациенты и говорят, вы знаете, у меня была проведена полтора года назад лучевая терапия, допустим, я говорю, хорошо, а сейчас вы с чем пришли? Так вот я полтора года с поносом хожу. То есть, в принципе, действительно можно об этом позаботиться было полтора года назад. Поэтому вот такая некая своевременность должна быть, конечно, обращение. А так хотя бы слушать то, что говорят онкологи. Потому что, к сожалению, приходят пациенты, допустим, были назначены рекомендации, рекомендации не выполнены. Почему? Ну, мне казалось, меня ничего не беспокоит. Сделаю попозже. У меня один вопрос по питанию. К примеру, у меня в паспорте регистрация Ямала-Ненецкого округа, а живу я здесь 15 лет, я не могу его получить, да? Нет. Нет, да? Страховой полис в Санкт-Петербург. А страховой полис в Санкт-Петербург? Вот так, страховой полис, это надо вам тогда позвонить туда, а лучше даже подъехать и уточнить. Уточнить, да? Уточнить, да. Спасибо. Вот с этим надо уточнить. Полина Александровна, может быть, вы ответите тогда на вопрос по поводу сахарного диабета и различных рекомендаций, расхождения в рекомендациях по сахарному диабету и лечению упакового заболевания? Вы знаете, я так понимаю, что расхождение по лечению сахарного, в смысле по диетотерапии сахарного диабета и тех рекомендаций, которые дают онкологи, в общем-то нет. Другой вопрос, что может быть иногда врачи дают некие рекомендации, базирующиеся, может быть, не совсем на каких-то логичных вещах, соответственно, с этим тоже можно иногда сталкиваться. Но если брать глобально, я не вижу, честно говоря, какого-то вот такого жёсткого расхождения между тем, что вам можно по сахарному диабету и тем, что, например, проговаривала Елена Викторовна. Опять же, всё индивидуально, нужно, естественно, обсуждать это с пациентом непосредственно, но иногда сам пациент что-то не услышал или где-то что-то прочитал ещё дополнительно, додумал что-то, у соседки спросил, а потом выясняется, что вот он приходит и всё вот с этой себе аккумулированной информацией и подводит под ней черту, как «а мне врач рекомендовал». То есть здесь тоже немножко нужно всё-таки уточнять.